Ирина Яровая в очередной раз защитила права камчатских рыбаков. В результате её работы отклонены поправки к законодательству о рыболовстве. Речь шла о запрете одновременно в рейсе вести лов по прибрежным, инвестиционным и промышленным квотам. Предполагалось выбирать что-то одно. Зампред Госдумы убедила коллег на профильном комитете и заседании Нижней палаты парламента, что такие меры нанесут серьёзный урон рыбной отрасли Дальнего Востока. Об этом она узнала из первых рук. Первым тревогу забил председатель колхоза имени Ленина. Время было мало, пришлось звонить. Прямо с утра позвонил, днём было заседание. К вечеру мы практически целый день были на связи. Утром следующего дня, там в Москве был вечер, пришёл ответ очень хороший, который нас действительно порадовал рыбаков. Хочу поблагодарить, что Ирина Анатольевна приложила все возможные и невозможные усилия, и эта поправка была отклонена. Причём эта поправка уже направлялась в Госдуму второй раз. Поэтому, конечно, она сегодня проводит очень такую большую и знаковую работу, помогает нам, рыбакам. Уже, в принципе, у нас сложились давно такие отношения. Благодарны Ирине Яровой и в Камчатской ассоциации добытчиков лосося. По мнению специалистов, поправки нанесли бы колоссальный ущерб прибрежному лову, который в каждую путину даёт более сотни тысяч тонн красного золота. Ирина Анатольевна Яровая в очередной раз встала на защиту рыбаков Дальнего Востока, Камчатки, не допустила принятия этих поправок, которые привели, в принципе, к коллапсу в рыбохозяйственной отрасли. С Ириной Анатольевной мы обсуждали этот вопрос о перспективах, о проблемах, которые есть и могут возникнуть. Ну и, соответственно, позицию, которую она озвучила, она озвучила в защиту рыбаков Камчатки в первую очередь. Поскольку, я напомню, Камчатка является основным рыбопромысловым субъектом Российской Федерации, на долю Камчатки приходится почти третья часть общероссийского вылова. Сотрудничество Ирины Яровой с рыбопромышленниками Камчатки длится уже больше десяти лет. Важность её работы для главной отрасли экономики полуострова подчеркнул министр рыбного хозяйства региона, напомнив о знаковых инициативах зампреда Госдумы. Её инициатива позволила включить программу инвестиционных квот мощности по береговой переработке и строительству маломерного флота. Сейчас мы видим, какой результат это для Камчатки уже принесло. Это построены крупные современные заводы, колхозы Ленина, Камчатра, флота. 12 числа у нас в планах закладка нового маломерного рыболовного сейнера, МРС совершенно нового типа, нового класса, отвечающего современным требованиям. С помощью Ирины Анатольевны ранее решался вопрос по уведомительному порядку пересечения границ. Помогло значительно сократить издержки предприятиям при работе в море. Кроме того, раньше существовал запрет на переход капитанов рыболовецких судов на работу на более крупные. Это ограничение было снято также благодаря усилиям Ирины Яровой. Зампред Госдумы планирует и дальше поддерживать партнёрские и дружеские отношения с рыбопромышленниками Камчатки. Информационное агентство «Камчатка». Камчатка «Камчатка»